Перед тем, как мы будем молиться, я хочу зачитать несколько мест Писания и пройтись по некоторым пунктам о молитве. У нас есть нужды в церкви. Мы молимся за семью Сынковцов, за Сережу, за брата Васю, сестру Таню, их сыновей Игоря и Сергея. И также мы молимся за семью Стрельчик. Ихняя мама отошла, вы все знаете. И мы тоже сочувствуем вам и, пожалуйста, примите наше соболезнование. Но это не конец. Мы, христиане, мы говорим только до свидания, с Господом говорим. Потому что я знаю, что все, которые имеют Иисуса Христа, имеют надежду встретиться с Нему, но Христа, со всеми нашими родными, которые перешли из смерти в жизнь. Говоря о молитве, я хочу зачитать такой стих из Псалтыря, который говорит о молитве от чистого сердца. И я хочу почитать несколько пунктов. Псалом 65, 18-й говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Мы знаем, что Господь не ищет в себе как бы совершенных людей, уже полноценных. Он ищет смиренность сердца, и Он хочет чистые сердца. Мы знаем, что Господь слушает молитву праведника и не слушает молитву нераскаянного грешника, разве что это молитва покаяния. Согласно Исаии 59, 1-2, Исаия говорит, «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лица Его от вас, чтобы не слышать». Также в Нагорной проповеди Иисус Христос сказал, Таматфея 5, 8, «Блажаны чистые сердцем». Блажаны – это благословенные. А почему же они благословенные? Потому что они Господа узрят, потому что они Бога узрят, сказано. В практическом применении в основном мы молимся Богу, когда нам что-то нужно от Бога. А я, как бы, в моем экспириенции, опыте, мы, как бы, даже начинаем молитву, читаем молитву «Чиная жизнь за Христа». Нам нужно искать сразу лица Господа, а потом приносить Ему прошение. И если мы что-то просим, нам нужно убедиться в том, что помыслы нашего сердца, они чисты. В Псалтире 138, с 23 стиха, Псалмопевец говорит. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Во-первых, чтобы даже просить что-то у Господа, у нас много нужд, у каждого, у нас сок не нужд. Но, во-первых, нам нужно, простите Бога, прощения и духовного исцеления. Очищать наши сердца, и Господь будет отвечать нам нашей молитвой. Также Псалом 50, в пример, читаю Давида, с 11 стиха. «Отврати лицо Твое от грехов моих, и сгладь все беззакония мои. Сердце чистого сотвори во мне, Боже. И Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня». Очень важно молиться о прощении и просить Бога, чтобы Бог дал прощение в сердце. Потому что, если мы не прощаем ближних наших, мы сами себе делаем переговоры. Иногда злоба и гнев, они заполняют наши сердца, мы с этим боремся. Но бывает на работе, кто в школах, иногда в магазинах, на дорогах, на улицах. Иногда даже в церкви. И это является препятствием в наших молитвах. Вы все знаете молитву «Отче наш». И мы всегда произносим слова, как я уже говорил, как в Лыке написано в 11 главе, Иисус говорит, «И прости нам грехи, то есть долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И, как я говорил, что мы зачастую сами себе произносим переговоры. Когда мы просим прощения у Бога, а сами держим злость или обиду на наших ближних, мы подписываем себе переговоры о том, что Господь нас тоже не простит. У Марка 11 главе написано, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный просил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». Это то, о чем я говорил. Дух прощения иногда не достает нам этого, но нам нужно просить у Бога, потому что не так легко против своей воли помолиться и благословить кого-то, кто имеет что-то против тебя или сделал вам какое-то зло. Давайте вспомним слова Иисуса Христа. «Если мы держим обиду или на знакомых, или родственников, и если мы кого-то не забыли, но если мы кого-то забыли простить, Христос говорит в 5 главе от Матфея 7 стиха, «Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Молитва веры – это очень-очень сильный такой шаг в молитве. Иаков говорит в 1 главе 6 стиха, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек, раздваящимся мыслями, не тверд во всех путях своих». Любое волнение, оно как бы, ну, родит в себе какое-то сомнение. А евреям пишет апостол, что без веры Богу угодить невозможно. Нам нужно стоять твердо в вере и не поддаваться никаким волнениям и сомнениям. Если мы молимся, нам нужно твердо доверять Господу, о чем мы просим. Иначе нам, в принципе, нету смысла нам молиться, если мы не верим о том, о чем просим. Матфея 21-22. «Все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Марк 11-24. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, что получите, и будет вам». Мы зачастую всегда доверяем своим чувствам, обстоятельствам, в которых мы находимся, и верим глазам своим и ушам. Как говорится, ну, пока не вижу, не поверю. Мы знаем апостола Фома, он тоже, он был, был с Иисусом ходил, но, как говорится, вот пока палец не вложу, не поверю. Нам нужно доверять Господу. Марк 11-22 говорится. «Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если же кто скажет горе сей, поднимись и свернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Мы все живем в современном мире, у нас есть, мы летаем на самолетах, мы доверяем пилоту, мы ходим в банки, мы ложим свои сбережения туда, мы доверяем, мы даже, ну, у кого может сейф даже есть, доверяем коду, как бы, что он прикручен в бетон, мы как бы доверяем таким вещам, даже, ну, водителям, ну, если едем в автобусе или там в поезде, машинисту доверяем, что он ведет нас. Господу, если мы доверяем. То это гарантированно. Я в прошлый раз проповедовал об Иисусе в лодке, что даже Иисус спал, но учеников не хватило веры, даже тогда, когда Иисус был с ними рядом. Мы, христиане, должны верить тогда, когда мы не видим даже. Иоанн пишет в 20-й главе, блаженные, невидевшие и уверовавшие. В молитве всегда нужно, чтобы была воля Божья и правильная мотивация в молитве. Иаков пишет в 4-й главе с 3-го стиха. «Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Наш Бог – это не просто как бы золотая рыбка или там джин в бутылке, или там палочка-выручалочка. Наш Бог – Он реальный Творец, и Он знает все наши нужды. И наша молитва, и наша просьба должна быть, во-первых, направлена на поиск Отца, поиск Господа и достижение духовного роста. И все остальное оно совершится. Мы должны больше славить Бога и прославлять Его, потому что Он знает наперед. И наша молитва должна быть в соответствии с Божьей волей. 1 Иоанна, 5-я глава, 14-15, говорит «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его. Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». 1 Иоанна, 15-я глава, 7-й стих, говорит «Если пребудете во Мне, и слова Мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Также в молитве «Ченаш» у нас есть пример, Христос приводит в соответствии с волей Отца. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Мы иногда полагаем, что мы знаем волю Божью, но это не всегда является истиной. Поэтому никогда ничего мы не должны предполагать, а просто стремиться познать волю Божью. И наша молитва никогда не останется неуслышанной. Ефесянам 5,17 говорит «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Молитва во имя Иисуса Христа. Многие, кто имеет опыт молиться во имя Иисуса Христа, в этом имени сила. И я молился не один раз во имя Иисуса Христа. И на личном опыте я пережил, как работает имя Иисуса Христа. Когда мы только переехали в Хэммет, я работал на моей работе по доставке медикаментов. Я уже с вами делился об этом, но я доставлял посылку к людям, и мне нужно взять, была роспись. И дома, оказывается, никого не было, и я подошел к двери, чтобы постучать, и дверь была приоткрыта. Открыли двери две собаки большие. Не шавки, а большие собаки. И они просто накинулись на меня. Я, естественно, что я испугался, я собак не очень люблю. Но что я только мог сделать, я начал молиться. Я начал призывать имя Иисуса Христа. Я начал молиться на иных языках. И собака начала прыгать на меня. Она мне порвала коробку. Я так как бы защищался и молился. И я начал еще призывать имя Иисуса Христа на весь двор. Я не знаю, слышали ли они. Не слышали, но я призвал имя Иисуса Христа. И другая собака, которая была с ней, она начала нападать на ту собаку. И отвлекла. И я задом-задом, молясь, вышел. Сдва раза закрыл калитку. И я понял, что это работает. Аллилуйя. Коробка – это уже такое дело. Я уже привез ее назад, объяснил. И больше там не было. Иоанна, Евангелие Теяна в 14 главе пишет, апостол пишет, «Если чего просите в имя Мое, я то сделаю». Имя Иисуса Христа – это имя Божие. Это не какое-то магическое заклинание или слово. Это имя Творца нашего, Который создал небо и землю. Это наш Спаситель. И об Иисусе Библии говорит, что это Деяние 4, 11-12. Вы все знаете этот стих. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Использование силы заключается в имени Иисуса Христа. Потому что мы знаем, что именем Иисуса Христа в Марке 16 главе пишут, что верующие в Киеве будут сопровождать знамения. И будут воскрешать, будут исцелять. И все это благодаря имени Иисусу Христу. Молясь во имя Иисуса Христа, мы признаем Иисуса своим Господом и Спасителем. Молясь во имя Иисуса Христа, мы признаем, что доступ к Отцу лежит только через Сына Иисуса Христа. И молясь во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем единство с Иисусом. И в словах, и в делах. Также в молитве мы должны... Я больше говорю себе. Как бы говорю вам, но, во-первых, я говорю саму себе. Потому что я не хочу вас учить. Много из вас уже зрелые христиане. У вас есть личный опыт с Богом. Но вдохновляя вас и поправляя себя, я говорю себе, что когда мы молимся, наша молитва также должна быть конкретной. Если мы молимся о прощении, необходимо конкретизировать грех, на который мы просим у Господа прощения. А не просить прощения в общем за все наши грехи. Понятно, что Господь и так может... Он может просить все грехи нам. Но нам нужно не бояться назвать грех своим именем и раскаяться перед Господом в этом грехе. И просить прощения силы, больше не делать этот грех. Если мы просим исцеления, нам тоже должно быть предельно точным, о чем мы молимся. И показать Богу, что конкретно или у нас болит, или что нас тревожит. И просить исцеления. Если мы молимся за неспасенных родственников, у нас есть неспасенные родственники, и каждый знает, что, когда мы о них молимся, мы уделяем какое-то специальное время для молитвы. Не в общем там, встали за еду молиться, благослови Господь, Васю, Петю, Иру и так далее. Но мы молимся, мы молимся, приносим Господу их на руках молитвы. И хочу прочитать из Библии некоторые конкретные молитвы, которые записаны в Священном Писании. Это молитва слуги Авраама за будущую жену Исаака, если вы помните. Это Бытие 24, 12, 15. И сказал, «Господи, Боже, господин моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, и которая скажет, пей, я, а я и верблюдам твоим дам пить. Вот на которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Это он так объясняет, конкретно Богу молитвы, хотя Господь и так знает, зачем он туда пришел, но все равно он говорит, конкретно говорит в детали о Господу. И дальше написано, еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Аллилуйя! Также молитва Ильи о дожде. Иаков пишет, в 5 главе, саназово стиха. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. О церкви. Молитва верующих о Петре, заточенном в темницу. Хочу, это мне очень нравится. И так Петра стерегли в темнице. И обуйся. И обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за Мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что дело мое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. И вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избал меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Я вот думал, а если бы церковь не молилась, Господь бы все равно послал. Возможно, возможно и послал, но церковь молилась. И я взял это местописание, потому что в этом большая сила. У них было единство. И там Даша, я даже не буду читать, но там написано, что он пришел в дом и там, где они собрались, они были в единстве и они молились. Вот что делает молитва. И это была конкретная молитва о Петре. Молитва о времени и места. Мы все собираемся в дом Божий, чтобы молиться, но, поверьте мне, церковь – это не единственное место, где мы молимся и где можно молиться, хотя это называется молитвенный дом. Некоторые люди думают, что если они придут в церковь или здесь сюда на сцену и будут здесь молиться, то Бог непременно услышит эту молитву. Нет, это не так. Бог способен слышать молитву, произнесенную в любом месте. Моисей молился в пустыне, Илья молился на вершине горы, Данил молился в своем доме, Немя молился в присутствии царя, Иисус молился в Гефсиманском саду, ученики молились в верхней комнате, апостол Павел молился в тюрьме, апостол Петр молился на крыше. И Господь их всех слышал. О времени. 1 Фессалоникийцам в 5 главе 17 Психе говорится, «Непрестанно молитесь». Это означает, что мы можем молиться в любое время, там, где мы есть, и какой бы мы ситуацией не были. Наша молитва, она очень важна для Господа, поэтому каждому из нас нужно выделять особое время для общения с нашим Господом Иисусом. Аллилуйя. Многие из вас крещены Духом Святым. Меня Господь крестил в 14 лет, и многие из вас не крещены Духом Святым, но здесь, кто имеет этот дар, знамение, говорение на данных языках, в молитве, в этом тоже сила. Хотя Павел и пишет в 1 Коринфянам, 14-15 стих, что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться умом, буду петь Духом, буду петь умом, ибо если ты будешь благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет Аминь пред твоим благодарением, ибо не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Друзья, мы молимся на иных языках, мы молимся Господу. И иногда, если мы даже молимся о чем-то, и мы время молитвы говорим на языках, и мы думаем, что вот сейчас Дух молится именно об этой, о той нужде, к которой мы молимся. Но Дух, Дух Божий, он может молиться за кого-то в Ираке, может быть, или еще, мы не знаем. Но иногда я еду в машине, думаю об одном, и меня Дух Святой побуждает молиться. И я молюсь, я не знаю, о чем он молится, но он меня наполняет. А потом мне приходит в разумление. Я когда приезжаю где-то, или вижу какую-то ситуацию, я вижу, почему меня Дух Святой побуждал об этом молиться. Это очень важно. Римлянам 8, 26, 28, говорится, «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающие же сердца знают, как мысль у Духа». Какая мысль у Духа? Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В заключении просто хочу вам еще раз прочитать эти пункты, чтобы мы молились от чистого сердца, чтобы мы в молитве прощали, чтобы у нас в молитве была вера, чтобы наша молитва была согласна с волей Божьей, чтобы мы молились во имя Иисуса Христа, чтобы мы были конкретной молитвой, если мы просим о чем-то Господа. И молитва места и времени. И молитва в Духе Святом. И хочу в конце зачитать один стих из одной очень прекрасной песни. Может быть, через... Скоро ее выучим, но это я подчеркиваю о молитве из этом. Благодать нас укрепляет, вера бодрость нам дает, нас молитва окреляет, а Спаситель нас ведет. Скоро кончится скитание, завершится путь земной, вера станет созерцанием, просьбы сменятся хвалой. Будьте пословенны. Аминь. Пойдем помолимся.